А помните, я когда-то говорила, что я хочу подкачать свой скилл и опять начать хорошо играть, как я играл раньше, а может даже и лучше? И всем привет! И я все-таки подкачал свой скилл и думаю, теперь я играю на уровень выше, чем играл перед этим. Ну давайте приступим к нашему жесткому челленджу. Все подробнее вы уже узнаете в серии. Поехали! И давайте я сейчас объясню вам сейчас у челленджа, что за челлендж, расскажу сейчас все, что будет в этом видеоролике. И поверьте, если вы думаете, что какой-то ролик неинтересный, я тут буду говорить, что вот я начал играть в Майнкрафт и все. Нет, в этом ролике, во-первых, будет очень-очень жесткий челлендж и я надеюсь, что у меня получится его выполнить. И хочу сразу сказать то, что я не буду все три катки или все четыре катки выполнять этот челлендж. Мне бы хотя бы один или два раза затащить с этим челленджем, потому что суть челленджа заключается... Ну давайте чуть позже расскажу, хотя... Нет, давайте сейчас расскажу. Короче, суть челленджа заключается в том, что я должен... Кстати, Гэплу можно и не есть. И броню можно снять, в принципе, она мне не понадобится. Короче, суть челленджа заключается в том, что я должен так комбить людей, просто так их должен комбить, чтобы они по мне не сделали прям вот ни одного удара. То есть, вообще, то есть, смотрите, вот человек, да, идет, и он по мне не должен... Ну, я его скинула, окей. То есть, смотрите, я сейчас буду пвпшить с людьми, и я их должен как-то комбить или скидывать. Что-либо я должен с ними делать, но я должен сделать так, чтобы они по мне не сделали ни одного удара, когда я с ними пвпшусь. И поверьте, это... Я считаю, это просто нереально сложный челлендж. Это... Просто считайте, как будто у меня пол хп. Если по мне ударяет человек, то... Хопа. Хопа, я его убил. Отлично. Короче, если по мне ударяет человек, то все, я перезаписываю ролик. Все, да, я перезаписываю ролик. Но, как вы видели, этого чела я жестко... Фух, я обосрался просто. Он по мне там чуть не ударил. Этот чел чуть по мне не ударил. Если бы он по мне ударился, мне просто бы сейчас пришлось перезаписывать ролик, и все. И сейчас кто-то типа... Ай. Да, кстати, если я получаю урон от падения, то это ничего страшного. То есть, урон от падения это... Ну, сори, я не могу это никак избежать. А вот... Ну, то есть, я могу это избежать, но это сложно. А вот то, что я не могу получать урон от людей, это, поверьте, это... Это очень сложно. Это реально очень сложно. Я уже не знаю, сколько я записываю этот ролик. Не хочу ныть и говорить про то, что вот типа я... Ну, кстати, да, если человек по мне попадает яйцами или снежками, то это не считается. Ну, или удочка. Это бред. Типа, именно если он прям до меня дотрагивается. Потому что он яйцами или снежками по мне... Ну, хп мне не снимается этим. Вот, как бы... Вы увидели то, что если этот человек по мне попал, всё, чей наш уже не выполнен. Ну, блин, не знаю, как ты так всё начал рассказывать, так не хочется. Давайте так, эту катку я уже заточу как смогу. Хотя бы заточу без брони. Я считаю, что без брони заточить это очень сложно. Короче, да, реально, ну, сори, ну, поверьте, это очень сложно. Я уже не знаю, сколько я записываю. Ну, давайте начну пока что рассказывать. Следующее. Короче, я когда записывал такой видеоролик, там я говорил, что я вот потерял свой скилл, значит, и мне его нужно возобновлять. И хопа, убил этого человека без брони, как вы видите. Короче, я там говорил, что я вот потерял... Ого. То, что я потерял свой скилл, который у меня был летом. И я хочу его возобновить и начать нормально играть. То есть я сказал то, что я буду больше уделять время Майнкрафту, а там не ТС, не другим играм. И я, честно сказать, в то время, ну, немного поиграл, потом мне просто не хватало времени. Я просто, ну, учеба, плюс мне как бы, ну, не знаю, как-то, знаете, играть в одни кубы не очень интересно. Поэтому я в какой-то момент просто забил на Майнкрафт и не играл. Подумал такой, типа, ну, когда-то натренирую скилл. И вы понимаете, насколько у меня сейчас должна быть бомбежка? То есть я провалил этот челлендж только потому, что по мне человек ударил один раз. Вы понимаете, один раз по мне ударил человек. То есть я пронес по себе один хит. И все, я челлендж не выполнил. Ну, зато я заточил без брони. Эпично там всех комбил, скидывал, убивал. И давайте перейдем к следующей катке. Там я уже, надеюсь, выполню челлендж. Поехали. И наша следующая пятка уже началась. И поверьте, это самый сложный вообще челлендж за все время. Ну, за какие вообще челленджи я выполнял. Просто это самый сложный челлендж. Я не знаю, сколько я его уже не могу записать. Просто, ну... Ну да, вот. А, это вообще, это вообще просто... Я уже понял, по двум ударам какой-то человек. Сейчас, смотрите, смотрите. Почему же я не могу записать челлендж? Ну, наверное, потому что меня все таргетят. И потому что, смотрите, какие нам люди попадают. Ща, 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 ща. Ща, 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 ща. Ща, 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 вы все поймете. Смотрите, смотрите. Короче, это человек. Это человек, которому не нужно выполнять челленджи. Он сам умеет играть. Короче, смотрим на его действия. Так, смотрите. Ну, а я пока что начну рассказывать тему. А вы пока смотрите, как он играет. О, пошел, пошел, пошел. И вы такие спросите. А как же я понимаю то, что это самый лучший профессиональный игрок? Как же я с двух ударов это понимаю? Да потому что он вообще не откинулся. Ударил меня на миллиард блоков. И смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. Его убил этот чел. Ну, его... Ну, его добили. Обалдеть. Ну, короче, как вы видите, записать этот челлендж просто невозможно. И давайте приступим к следующей катке. Там, где я опять постараюсь выполнить этот челлендж. Поехали. И все-таки вот та катка, которая была первая, которую я все-таки вставлю. Это просто была самая лучшая попытка, понимаете? По мне человек один раз ударил, один раз. И все, челлендж не выполнен. То есть, вы понимаете, насколько это сложный челлендж. Я так и не начала рассказывать тему. Кстати, можно броню сразу же снимать. Она мне не понадобится. И... Так, короче. Ну, вообще... Вообще, суть челленджа вы поняли. То есть, основная тема ролика это челлендж. Но также еще есть тема ролика. То, что когда-то я записывал видеоролик. Там, где я говорил, что я буду тренироваться играть в Майнкрафт. И я хочу вернуть свой скилл, чтобы играть как раньше. Очень хорошо. И... Знаете что? Знаете что? После этого видеоролика я не тренировался играть в Майнкрафт. Простите меня, пожалуйста. И... Я ничего не делал. Да, я ничего не делал. Я не тренировал свой скилл. Я просто... Я просто играл в КСГО. Ладно, окей. Я немного играл в Майнкрафт. Хотел все-таки вернуть свой скилл. Но я не уделял много времени этому. Но сегодня, перед тем, как записывать видеоролик. Я такой подумал. А что же мне записать? И такой подумал. Блин, ну... Как бы... Я когда-то говорил, что я буду тренировать свой скилл. И хочу вернуть свой нормальный скилл. Чтобы вы не смотрели, как я вот так вот не могу попасть по человеку. А я хочу, чтобы вы видели, как я всех комблю. Как я вот... Вот так вот профессионально убиваю этих людей. Хопа, 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 хопа. Хопа. И все. Вы думаете, я бомблю? Да? Вы думаете, я бомблю, да? А я бомблю! Да, я бомблю! Я не знаю, сколько я не могу уже записать этот челлендж. Я уже вообще хотел лечь спать, да? Но я не могу записать этот челлендж. Все, у меня просто... У меня уже реально мозги сшибаются. Хопа, этот человек. Я его вроде скинул. Но нет, он не скинулся. Потому что это живучие люди, которые никогда не умирают. Так вот, смотрите, я так подумала, что я хочу, чтобы вы видели качественный контент. Я хочу, чтобы вы видели, как я всех комблю, как я всех убиваю. Поэтому я решила записать такой челлендж. Но перед тем, как записывать ролик, я решила то, что я хочу час-два потрениться на таком сервере. PvP Temple называется. Ну и, короче, этот сервер в нем есть под PvP. То есть вы, получается, вы играете, у вас есть меч, броня, есть зелье мгновенного лечения. И я решила потрениться на этом сервере. Я на нем играла, там, час-полтора, я уже не помню. Долго я на нем играла, пока я вот не начну просто комбить людей. Вот так вот, не начну их вот так вот. Вот так вот их комбить не начну. И я начал их комбить. В какой-то момент я начал их комбить. Я начал просто в прыжке их вот так вот уже комбить. И просто я начал, как реально профессиональный игрок играть. И я такой подумал, все, я вернул свой скилл. Мне из лука, кстати, попали. Ну ладно, ничего страшного. Забьем на это. Мне главное, чтобы по мне удары не принесли Лук все равно уже, короче То есть, смотрите Вы вообще понимаете, что сейчас произошло? Этот человек Он подошел, ударил по мне В крысу, тупо в спину Ударил несколько раз Мне в спину, он мне ударил В спину, понимаете? Он мне ударил в спину И все Я не выполнил этот челлендж Я не выполнил этот челлендж Опять Но я выиграл Я выполняю самый сложный челлендж И я иду с каменным мечом всех убивать Так, вон там я вижу человека Который убил другого человека Но я без брони Считайте, у меня пол хп То есть, по мне человек один раз ударяет И челлендж не выполнил Ну и, короче Я Я с каменным мечом Иду всех убивать Да, я иду всех убивать С каменным мечом Я иду выполнять самый сложный челлендж С каменным мечом И, короче, я как не рассказала тему Ну, я потренился на пвп темпле И я реально начал комбить То есть, я считаю, что скилл я свой Хоть немного, но восстановил Реально Мне стало намного легче играть То есть, я на пвп темпле там Всех камбил Я очень мало раз там проигрывал Конечно, когда я зашел И играл первую катку Я там просто как овощ ходил Вот так вот О, привет Вот, но Стоп, я один на один? Я один на один с этим человеком Он по мне попал из лука Но у меня ничего страшного Из лука типа окей Главное, чтобы он по мне не попал Именно рукой Или еще чем-либо Су-чем же в этом заключается Чтобы именно его так камбить Чтобы он по мне ни разу не попал Но если он меня сейчас убьет То будет плохо Слушайте, я так-то один на один Ну, короче, слушайте Да, значит Я Я на пвп темпле Натренировался немного И в принципе Лучше стал играть Я считаю так И, конечно же, я буду еще трениться Чтобы прям намного лучше Стать играть Я хочу вернуть свой скилл Который был у меня летом К примеру Я хочу нормально играть Чтобы вы смотрели Качественный контент А не то, что я хожу Как овощ все Бью небо Вот Поэтому я, в принципе, натренился И сейчас выполняю Самый жесткий челлендж Для меня, по крайней мере И мне надо собирать стрелы Так, одна стрела И, блин, ну что мне сказать В принципе, первая катка была Я считаю, очень классная Я ее даже пересмотрел Два раза Переслушал Все И она реально получилась Очень четкая Там очень все было классно И У Челика проблемы У меня проблемы Вот Ну, я думаю То, что он умеет играть Поэтому Проблематично будет его, конечно же, убить Но Но все, в принципе, возможно Он спрашивает, типа Какой-то челлендж у меня Ну, почему Ноу-хит Челлендж Ну, типа хит Это, типа удар Надеюсь, не поймёт Короче Фух, я жив Окей Все Ну, я тут уже должен его выполнить Правда, у меня каменный меч Понимаете? О, алмазный меч Окей, на фаер аспект Все, хорошо Классно Так Сейчас обновятся сундуки Отлично Сундуки обновились Так вот По поводу ПОП-темпла Да, я буду еще Тренироваться на ПОП-темпле Буду играть больше Скайварс Я хочу реально начать лучше Играть Чтобы для вас записывать Качественный контент Поэтому обязательно Поставьте лайк За мои старания За то, что вот я вот так вот Старался, играл И Чё Если сейчас по мне ударяет Этот человек Я реально Я забомблю Я выйду из Майнкрафта И потом Может через час Опять пойду записывать Потому что я уже реально Я не могу, честно Я очень долго тренировался На ПОП-темпле Чтоб тут прям всех Конбить Чтоб они по мне Ни разу не попадали И Посмотрите, что делает этот человек Ни одного удара Он по мне Не сделал ни одного удара Всё Просто Всё Я выполнил этот челлендж Я его выполнил По мне Никто Не сделал Ни одного удара Просто Ноль ударов Я выполнил этот челлендж Я нормально Натренировал свой скил Я теперь нормально Всех комблю И дальше буду тренировать свой скил Я выполнил этот челлендж Ааа Ура Как это классно И Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Оставляйте свои комментарии Да, обязательно поставьте лайк, просто я очень старался. И всем пока-пока.